К следующему вопросу вас просят прокомментировать следующее сообщение. Венесуэл, перелетаем. Гуайдо признал неудачными попытки свержения Мадуро. Ну как, вот смотрите, когда началась вся заварушка в Венесуэле, ну только что из утюга не было слышно, что все, Соединенные Штаты везде все победили, Россия опять везде проиграла, хотя мы же изначально говорили ничего, вот абсолютно нет никакой базы для того, чтобы так говорить, если, конечно, ты не подпиндосник и не желаешь услужить Соединенным Штатам, такой же подпиндосник и ничтожество, как Гуайдо. Вот тогда, да, Соединенные Штаты все победили, все получилось, и там и Гуайдо назначили, и все прочее. Дело в том, что я уже говорил, что Венесуэла, она в принципе находится, вот все это время, со времен принятия доктрины Монро с 19 века, президентом Монро находится под внешним управлением. Им долгое время это управление шло через государственный инструментарий Соединенных Штатов, но через государственный инструментарий не значит, что управляло государство Соединенных Штатов, а управляла глобальная элита. В настоящее время глобальная элита находится в конфронтации со страновой элитой США и по отношению к Венесуэле и по отношению к Венесуэле тоже выстраиваются два новых центра концентрации управления. Один – Китай, другой – Иран. Мы об этом тоже постоянно говорим. И что же мы видим? В общем, Иран и Китай имеют очень плотное присутствие в вопросах, так скажем, функционирования Венесуэлы как государства во внешнем мире. Еще одно государство – Россия. Но Россия – это вообще не государство, это цивилизация, если она в форме государства пока существует. И Россия, в общем-то, государство подтягивает за цивилизацией. Каждая из этих государств, которая присутствует в управлении Венесуэлой, делает определенный свой вклад, вносит свою лепту. И помните, когда там начинался один из кризисных моментов, я говорил, а кто прилетел в Венесуэлу? В Венесуэлу прилетел министр обороны Ирана. Есть такая структура в Иране. Подразделение КСИР называется БАСИДЖ. Это полувоенная общественная организация, там по разным подсчетам от 10 до 15 миллионов. Но почему я про эту организацию вспомнил? Все мы так или иначе знаем и слышим, что из Ирана приходят сообщения, там попытка Майдана, здесь попытка цветной революции, что-то там постоянно бузят. И они сходят на нет. А кто их гасит? А их гасят бойцы БАСИДЖ, которые очень мобильные, вооруженные, а мобильные, потому что передвигаются на мотоциклах. Там, где надо, применяют гранаты со следоточивым газом, светошумовые гранаты. Там, где надо, применяется оружие. Что мы видим в данной ситуации? Мы видим, что полиции как таковой в Венесуэле нет, но есть такое общественное движение в Венесуэле, называется коллективос. И по сути оно несет в себе вот эти полицейские функции поддержания порядка. И вот эти коллективос проявились в том, что они сейчас на мотоциклах, мобильно, появляются там, где нужно, оказывают необходимое психологическое воздействие на всех этих манифестантов-подпиндосников. Они точно так же применяют гранаты со следоточивым газом и светошумовые гранаты. Где надо, они постреляют из нормального оружия, но слава богу, там до жертв не доходит. Но вопрос заключается в следующем. Весь, все вот это выступление было подавлено ровно по той технологии, по которой Басидж давит все эти революционные выступления в Иране. То есть, я к чему это рассказываю? Я тогда говорил, что Иран предоставит определенные знания, возможности владения технологиями разрешения вот этих вот ликвидации уличных протестов. Вот один из элементов. И в данной ситуации у американской страновой элиты, в общем-то, противостояние практически со всем миром. Во-первых, поддержать надгосударственное управление со стороны Соединенных Штатов Венесуэлой не в интересах глобальной элиты. Глобальщики сейчас от ресурсов Соединенные Штаты отрезают. Недаром у них и нефтяные стратегические запасы протухли. Венесуэла должна уйти в ресурсную базу двух новых центров концентрации управления. А если Соединенные Штаты будут сильно напрягаться, они перенапрягутся и рухнут как государство. Это понимают даже страновики. И у них остается искать выход. А как бы более-менее прилично из этой ситуации выйти. И, естественно, «А, Мадуро хотел уйти, но ему из России приказали не ходить. Вот, все, остаться на месте. А так бы сбежал, и мы бы победили». Да ничего подобного нет. Они прекрасно понимают, что победы у них нет. Что победа запланирована другим силам, а им теперь нужно только играть. И поэтому они спокойно сдают всех своих подпендосников внутри Венесуэла. Но их все-таки заставляют кого-то там. Все-таки из армии удалось перекупить, кого-то заставить. Если бы глобальщики захотели, перекупили бы всю венесуэльскую армию. Как это было сделано, когда страновики из Соединенных Штатов подняли мятеж и арестовали Чавеса, а глобальщики по своим каналам подняли венесуэльскую армию и Чавеса освободили. Все же уже отработано до звона. Поэтому в Венесуэле идет все нормально. И я говорил, что если Мадуро не совершит грубых ошибок, ничего там не будет. Потому что все-таки роль личности, она играет роль в истории. А вот Гуайдо, ну всем уже теперь понятно. Гуайдо, оно и есть Гуайдо. 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 Продолжение следует...